Здравствуйте, зрители! Сегодня у нас идет спор по земле, и Министерство сельского хозяйства Казахстана утверждает, что земля не будет продаваться иностранцам. Я хочу сказать, что это вранье. Закон о земле позволяет продавать землю иностранцам уже сегодня. И если будет выставляться на аукционы, то иностранцы могут купить уже сразу с аукционов, либо на вторичном рынке от тех, кто приобретет на аукционе и потом будет перепродавать землю. Как это происходит? Я вам сейчас покажу. Значит, вот это иностранцы, вот это казахи. Если с аукционов казахи приобретают землю, в законе сказано, что землю могут приобретать только казахстанские физические лица, либо казахстанские юридические лица. Есть еще оговорка, что учредители казахстанской компании, которая приобретает покупателя, должны быть тоже казахстанские физические лица или казахстанские юридические лица. Но вот в этом и есть сюрприз или фокус, за которым скрывается ложь министерства, правительства Казахстана Дело в том, что если в учредителях какой-то компании разрешается иметь, не важно казахстанское или какое-либо, но юридическое лицо То это огромное окно, механизм, при помощи которого иностранцы могут вступать в права собственности Как это происходит? Если у этой казахстанской компании учредитель тоже как у казахстанской компании, другая Но у этой компании 100% или 80%, не важно, акции принадлежит иностранной компании То эта компания, соответственно, может диктовать кадры, вопросы, сменяемость руководства Покупать здание или станок, или машину, или игрушку, или землю И у этой компании может быть более крупная компания в Синьцзяне У этой компании может быть учредитель более крупного в Шанхае Так что вот такая цепочка легко позволяет при нашем законодательстве приобретать землю Вот этот квадратный участок, тем не менее Может быть площадью всего лишь 500 квадратных метров А может быть площадью 1 миллион квадратных километров То в принципе, это никаких проблем не существует Вот таким макаром Поэтому у меня вопрос к Министерству сельского хозяйства К министру Мамут Пекову вопрос Каким же образом иностранец, как физическое лицо, как юридическое лицо Через учреждения компаний Эти, в свою очередь, могут дочерние компании открывать Эти могут в Казахстане открывать филиал И, в конце концов, дополнительные дочерние компании Которые приобретают землючастник Каким образом это невозможно? Поэтому, в двух словах, иностранцы и иностранные компании Могут свободно приобретать землючастки На любой земельный участок в Казахстане уже сегодня Спасибо за внимание И хотелось бы Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому